Внутреннюю тьму Внутреннюю тьму Вторая часть, что характерно сделана на полностью трехмерном движке В остальном же она воспринимается именно как та же самая игра То есть интерфейс, музыка, система решений головоломок Все точно такое же И помня головоломки первой части Мы собственно будем играть на полицейском Чтобы больно на них не застревать Нам уже в основном интересен сюжет и атмосфера Потому что я думаю Вам будет не очень интересно смотреть как я буксую Кто вечно ждет, не может умереть И в вечной бездне канет даже смерть Отлично В первую часть мне много приходилось вырезать именно головоломок Ну то есть чтобы вам не смотреть Как я там по 10 минут втыкаю в одном месте Пытаясь решить очередной пазл Но тем не менее Вот несмотря на такие на самом деле зубодробительные головоломки Игра была просто шикарная Так, это что такое? Мы в психушке? А, ну да, мы же в психушке А почему в крови? О-о-о Не собираются ли они что-то с нами нехорошее делать? Там, я не знаю, трепанацию О-о-о Спокойно Это что такое вообще? Блин, мне что-то уже страшновато Ты кто такой вообще? Начало, надо сказать, меня напугало достаточно сильно Несмотря на то, что сейчас у нас еще за окном светло Именно поэтому я не люблю в хорроры играть летом Ну, то есть летом, блин, светло все время А когда не светло, спишь Зимой как-то вот уютно так вот Зимними вечерами Хорроры, по-моему, самое оно Но, тем не менее Блин, мы должны были ее пройти в ближайшее время Пока не забыли, что-то вообще там происходило Что-то как Но вот именно как-то продрало То есть Что-то было нехорошее такое Графика неплохая, да? Это еще что? Ох, где я? Голова раскалывается Есть здесь кто-нибудь? Ау Что происходит? Последнее, что я помню Я в психиатрической лечебнице Как я тут выбрался? Мое исчезновение наверняка вызвало там целую бурю Меня, наверное, уже ищет полиция Не представляю, как и когда я сюда попал Что со мной происходит? Такое чувство, как будто я теряю сам себя Скоро меня совсем не станет Похоже, болит ступает Мне стало немного лучше Так, и вот мы, собственно, в игре Ну Графика достаточно такая, надо сказать Приятная То есть, понятно, что Особо она звезд с неба не хватает, но Так, фонарь Похоже, еще работает Щелкните правой кнопкой мыши Или нажмите F1 взять в руку Ага, вот так это делается Прямо как в амнезии, да? Только тут еще по физике все это Ага, и он Сразу я захотел проверить Будет ли пролезать сквозь руку Пролезает Да Разработчики этой игры все такие же неряхи, как и в первой части Тем не менее, что, где мы оказались? Это, конечно, хорошо, что все в полном 3D Но внимание к деталям, я думаю, при таком подходе Должна резко упасть А нет, вот картины можно рассматривать Только хотел сказать, что картины рассмотреть нам не дадут, наверное Так, и что это? Не совсем понятно Это как грифон какой-то, что ли? Или это... Кругом грифонами решится? Или это лев какой-то? Не знаю, короче говоря Интерфейс у нас прежний, как видите, абсолютно один в один Тут можно все делать точно так же Здесь у нас точно так же список Сразу хочу отметить, что это будет полностью слепое прохождение Как и в первой части Я в эту игру не играл Меня давно просили этим заняться Потому что игра очень сложная И люди сами ее не добили Собственно, вот с радостью берусь Мне лучше одеться Хорошо Надели пальтишко Так, а приседать можно как-нибудь там на С? Да, на С Ну то есть с такой механикой уже можно замутить Крайне-крайне хороший хоррош Причем он будет именно И экшен в определенных моментах можно сделать Потому что при панорамном обзоре Это все-таки было сделать гораздо сложнее Так, но тем не менее Давайте осваиваться помаленьку Конверт Читать челчок правой кнопки мыши Я знаю Говард, я понимаю, ты растерян Как вы это выключите? Я понимаю, ты растерян Но мне придется быть кратким Нет никакой возможности объяснить все это в одном письме Остальное расскажу тебе позже Я доставил тебя в этот дом, чтобы защитить тебя Дом принадлежал моему недавно умершему другу Он стоит в уединенном месте Так что ты можешь спокойно отдохнуть Я дал тебе средство От которого ты на какое-то время заснешь На день-другой, наверное Когда ты проснешься, у тебя будет сильная головная боль И легкая тошнота Не волнуйся, это нормально И необходимо И необходимо, чтобы оставить тебя нетронутым Со временем ты поймешь, о чем я говорю Наши противники очень сильны Но я тоже сумел выучить пару старинных трюков Я оставил тебе билет на поезд и бумажник В нем есть немного денег В шкафу висит чистая одежда Когда проснешься, сразу отправляйся в Аркхамент Не пытайся вернуться Полиция тебя ищет А ты знаешь, что у них есть связи даже в полиции Я встречу тебя в городе Это место В общем, ты поймешь, когда туда доберешься Как только приедешь в Аркхамент Иди в пир червей И попроси книгу под названием Воспоминания о былом Она должна лежать в специальном металлическом ящике Книга играет решающую роль Они не должны ею завладеть Будь осторожен в этом городе Чужаков там не любят Не говори, кто ты Они могут скрываться среди горожан Потому что им нужна эта книга Ты должен быть храбрым и сильным Тогда мы сможем вместе закончить этот кошмар Дело целиком зависит от нас Ты сам знаешь Езжай туда и жди меня Я тебя найду Будь осторожен Но, 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 но Олдер Это же Нолдер Интересно То есть вот оно как получается В первой части у нас не было возможности С ним пообщаться нормально Фонарик взять Так, а здесь какие-нибудь трудницы не нужны нам? Это что такое? Бумажник В нем есть немного денег Отлично Фонарик, ну-ка Ну, в принципе Меня устраивает Но пока что лучше побегать Вот с этим Вспомнить амнезию, как говорится Это, по-моему, приятно Мне сейчас он не нужен Отлично Ух ты Тут есть физическое взаимодействие Отлично Так, нажмите кнопку бег По умолчанию капслок Чтобы включить и отключить режим бега Ну-ка, капс Ну я бы не сказал, что это быстрее Бег, что так мы идем А вот так мы бежим Управление, в принципе Вот прям такой привет Такое ощущение, что с оглядкой на амнезии делали Но, по-моему, эта игра вышла раньше амнезии Ты кто? Высеченный из камня идол При одном взгляде на него у меня мурашки Хорошо Так, это выход на улицу, я так понимаю А, еще и прыгать можно Отлично Блин, вот этот туториал Как-то можно отключить, нет? Хотя нет, пусть будет А сохранение на F5 не сделали Как уж Смотри, сохранение, отлично Так, что у нас? Какая-то кладовка Картофанчик Ой, я обожаю картофель Картофель Самая лучшая еда Ничего Откройте верхний ящик А, ну блин, ну я уже открыл все Ой, ну это настолько на амнезию похоже Интересно, а масло кончается, нет? Да нет, похоже Хоть что-то хорошее Во всем этом нашем положении Так, вот это что-то Может это как-то можно ящиком разломать Нет, похоже, тут нельзя швырять Да и более того, тут его выкинуть просто И то проблема Да кинь ты его уже Выкинь, выкинь Так, а это у нас второй этаж Так, куда эта дверь ведет На балкон, видимо, куда-то, что ли Ой, блин, они отстанут от меня Нет С этим своим верхним ящиком Ну вот, открыл Поспокоились Дверь заперта Не поддается Ой, давайте уж пройдем этот туториал Чтобы они отвязались от нас просто Ну блин, это же какой-то кошмар Да хорошее, ну Кидай Ай, блин, плевать О, открыл-закрыл Туториал очень навязчивый Просмотр, да, мы тоже умеем Это делается Кстати, как это сделается А, вот Блин, я уже забыл Как оно делается-то То есть мы делаем вот так И вот так Или нет Ладно Ладно, с этим потом разберемся Это все элементарно делается Просто Сегодня я тороплюсь Что-то не знаю, как это у меня торопышество напало Звуки нехорошие Казалось бы, это вроде как безопасный дом В заброшенном месте Занавистки порваны Это не может быть случайностью Поскольку все они в одинаковом состоянии Тут, похоже, какая-то Драка, что ли, была Почему наш герой молчит? Мне интересно, у него по-прежнему голос Джека Уолтерса Из Зоу Ктулхо Если да, это будет мега атмосферно Снаружи разыгралась буря Я слышу, как ветер гнет деревья Топор Топор мы брать, очевидно, не хотим Всегда мечтал вот так вот взять свой ноутбук Сесть около камина И что-нибудь делать Читать Судя по ставению дров Его разожгли совсем недавно Мне очень нравится, как потрескивает дрова Это так успокаивает Да, мне тоже это очень нравится У меня даже скринсейвер на компьютере Это горящие дрова Что это такое вообще? Это вешалка, похоже Так, тут ничего похоже Ну согласитесь, как-то, блин, это совершенно Опа-па Ящик вошел в стену Совершенно по-другому неожиданно воспринимается Чем первая часть Блин, да бросай ты уже Вот с выкидыванием О, подожди-ка Ну-ка Как-то странно Вот это вот бросание сделано Но, по крайней мере, можно швырять их, похоже, да? Ладно, все Положи, положи Да положи ты уже Ну, пожалуйста Ай, блин, какой кошмар Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть тут Тут только верхний ящик открывается, я смотрю Ну хорошо Ржавый нож на вид до сих пор острый Брать не хотим, я смотрю, да? Тут грязь и пахнет ужасно Здесь что-то протухло Вот оно, что пропало Протухло-то Ох, гниль какая Так, в этой игре еще и по первой части я запомнил, что нужно быть крайне внимательным Малейшая деталь Вот типа тут какой-нибудь там краешек ключика будет торчать Ты его не заметишь И потом будешь втыкать где-то часа три, наверное Поэтому лучше всего смотреть Ну вроде как тут ничего нет, да? Блин Я боюсь уходить отсюда Просто так Судя по всему, нам нужно выдвигаться туда, куда нам Лоуд, как его в этой части зовут Прошлый Лоус звали Короче говоря, нужно выдвигаться Похоже, мне остается только уйти отсюда и отправиться в Арккоменд Там я смогу найти ответы на свои вопросы Окей Загруз, кстати, очень долгий С одной стороны, это оправданно тем, что Движок-то стал достаточно такой красивый и прожорливый Но с другой, после первой части, удивляет День первый Неприятное путешествие на поезде в незнакомое место Нифига себе название 21 февраля 2012 года О, совсем недавно Ох ты, блин А, я подумал, что это Я стою около рельса, меня что-то не сбило Это, оказывается, вид от первого лица Вернее, не от первого лица, а был Так, ну мы, похоже, на поезде поехали А вот, похоже, наш герой Кто я такой, да? А может быть, надо спросить Что я такое? Я уже не знаю, чему верить Зачем все это случилось со мной? Я взял одно дело И это положило начало череде событий, приведших меня в психиатрическую клинику Велсмод с диагнозом раздвоения личности Проклятое дело о беглом частном сыщике Лоутинолдере, который снова пропал, не успев вернуться из своего странного путешествия в неизведанные дальние пределы Сначала я думал, что просто устал Но мне становилось все хуже и хуже Я терял контроль над собой Я целыми днями спал, а проснувшись, чувствовал, что устал еще больше И эти сны Они становились все безумней Мне снились невероятные страны, где я никогда раньше не бывал Что еще невероятнее, в этих снах присутствовали вещи, связанные с историей моего рода Например, фамильное кольцо Кольцо, на котором вырезан герб нашего рода То самое, которое вручают каждому члену семьи, когда ему исполняется 12 лет Потом я стал слышать голоса, зовущие меня по имени Издалека, и все-таки совсем рядом Голоса, которые слышал только я Голоса из тьмы, таящейся во мне Так я оказался в маленькой белой палате в лечебнице, готовой окончательно потерять контроль над своим разумом И исчезнуть А теперь я здесь, на поезде, идущем в неизвестность Что мне делать? Я знаю одно Я должен положить конец этому кошмару Такие дела Кстати говоря, на самом деле интересный факт То, что он по несколько дней спал, судя по его заверениям Но между тем, во время воспоминаний он видел, как там какой-то труп тащил Чего это было такое? И опять же, никакого объяснения не дали нам, что же происходило во время этих провалов Возможно, во второй части мы узнаем ответ Но пока что мы приехали Озвучит его, кстати, как я понял, я не узнал голоса, как похож на вы Значит, это вокзал У меня нехорошее предчувствие Что за дыра? Тихо Судя по виду, этот поезд готов развалиться в любую минуту На вокзале вылазмата мне сказали, что поезд ходит всего два раза в день Ой, блин, так, тихо Так что, если мне почему-то придется бежать на железную дорогу, рассчитывать не стоит А тебе, судя по тому, как ты это сказал, бежать придется Так, ну что-то отбываешь, нет? У нас тут, наверное, газеты продают Но сейчас, похоже, нет Расписание Похоже, когда-то поезда ходили здесь часто Теперь всего два раза в день Вообще, вот так вот, по первым впечатлениям, это все напоминает приезд в Инсмут То есть, недружелюбные местные Непонятная какая-то история Взял Арк Хамент Так, ну, нам, похоже, он туда, да? Кстати говоря, вот этот Арк Хам, который в Бэтмене есть Они взяли из произведений Говарда, как раз-таки Лавкрафта И произведениями мы Говарда Лавкрафта вдохновлялись создать лет игры Поэтому мы и так и похожи на звание Бедняга Думаю, он бездомный Это его, похоже, вискарь Так, ну здесь, да, здесь делать нам нечего Пойдемте тогда с этого перона Что же это такое на стене? Почему я... Так, подожди, что это? Это затмение? Почему я вспомнил про Бэтмена совершенно не в тему? Потому что я недавно на Бэтмена ходил В субботу, если быть точным Фильм просто офигительный Всем рекомендую к просмотру Мне даже больше предыдущего понравилось А предыдущий я очень люблю Но, конечно, у Леджера сильно не хватает Что-то у вас тут с освещением, ребята Так, я могу, скажем, фонарик Это что-то как-то темно Тут все то же самое Да, здесь газеты Ктулхо, это ты? Давно не виделись От нового взгляда на это граффити Покрываюсь холодным потом Да, довольно-таки Странный граффити в этом месте Движок, как видите, крайне корявый Но, тем не менее, в нем очень хорошая работа со светом А в хоррорах вот так и главное Что? Именно хорошая работа со светом Когда где-то вдалеке коридор Прошмыгивает какая-то тень непонятная Это очень и очень играет на атмосферу Этого достаточно трудно добиться Со статичными задниками Так, мы, похоже, переходим в новую локацию Надо сказать, загрузки здесь в таких местах Довольно долгие Сейчас нам, я как понимаю, нам Куда он сказал? В какой-то бар или в гостиницу Какой-то нужно прибыть Ну, это прям инсмут Это место почему-то кажется мне знакомым Как будто я уже был здесь много лет назад Ночь первая Прибытие в старый, тоскливый город Городок Аркхемент 21 февраля 2012 года А мне это очень сильно напоминает О месте, где я был год назад Называлось инсмут Ох, мы там пострадали тогда Интересное было прохождение Одно из моих любимых на канале Но и геморройная до ужаса Так, мне бы какую-нибудь карту, что ли Я не знаю Что за волк Статуя воющего волка Как будто люди подвержены Или контропии Через древние шаманские ритуалы Обретают село И силу волка Ну, у тебя странные ассоциации Надо сказать, Говард Ты у нас, по-моему Не зря в психушке сидишь Возможно, сюда Какая-то решетка на окне Довольно странно это все выглядит Сейчас посмотрим, что за негостеприимные люди Мне уже интересно Завязка игры крайне-крайне неплохая А вот это то, что мы поначалу в доме ходили Это, я так понял, чисто туториал был Потому что там ничего особо хорошего А, тут там записка Лоуса была Лоу-то Короче, что-то среднее у него Им, похоже, пишется через С То есть Лоус Наши парицы То ли Лоу-то, то ли Лоус Кому чё, короче говоря Так, пришли Что за дыра? Горькое пьете Ты мне угрожаешь? Смотри у меня Добрый день Простите Чем могу помочь? Я ищу место под названием Пир Червей А, старый книжный Он в переулке, прямо возле гостиницы Только он уже, наверное, закрыт Хозяин болен, поэтому уходит рано Какая неудача Тогда, наверное, я сниму номер, если можно Разумеется Сколько дней вы намерены здесь провести? Не имею ни малейшего желания застрять здесь надолго Два Хорошо, это будет стоить 50 баксов 50 баксов Так мы же в Англии Почему не фунты, стерлинги? Ну, ладно, допустим Не дороговато ли для такого места? Не дороговато для такого места? Нет На самом деле Это очень дешево Для таких чистых, уютных комнат Не успеете устроиться Как почувствуете себя, как дома Хорошо Вы меня убедили Пожалуйста Все равно выбора у меня нет, как я понимаю Спасибо, сэр Ваш номер на втором этаже Первая дверь направо Ну, прям вообще дежавю Неприятные местные посетители О, в игре появилось позиционирование звука Старый радиоприемник Кэп Кэп все не дремлет Короче говоря, это прям вот такой вот Камбэк той игры Зов Ктулху Абсолютно похоже Ну, чему удивляться, если это все Именно с произведений Тени над Инсмутом Говарда Лавкрафта Инспирировано, в общем, им Что та игра, что эта игра Очень похожая завязка Так или иначе По какой-либо причине мы пребываем В непонятный Но неприятный городок Говард, только надо сказать, борзый довольно-таки Типа, я не хочу задерживаться в этой дыре Не до хрена ли просишь Тихо Короче, вот такие дела Так, это у нас Второй этаж, он сказал Первая дверь направо, да? Прошлой ночью в Нордсунском лесу Были обнаружены два изуродованных трупа Их нашли примерно в двух километрах от Аркхаменда Тела обнаружил, возвращаясь с работы Местный лесоруб Питер Дейл Предварительное расследование показало, что Судя по характеру ран, дикие животные Не имеют отношения к этой трагедии Полиция обнаружила, что пока Не рекомендует ходить А, полиция заявила, что пока Не рекомендует ходить В лес без оружия Это может быть опасно Имена погибших все еще не установлены Ни на одном из тел не найдено никаких документов Дела Я надеюсь, он не против, что мы тут шаримся Добрый день Не знаю, то, что тут у нас баксов ходу Это меня удивило Хотя, может, я чего не знаю про Англию Не хочу никого беспокоить А тут хочешь Это не моя комната Не поддается Не хочу Не моя Моя и хочу Блин, как же офигенно вернуться в такие типы игр Я что-то в РПГ-шках засел в последнее время Ну, Dragon Dog у нас с диском неприятность приключилась И прям сама судьба Благоволитно В этом начинании, судя по всему Только вот здесь шорохи Так, первая дверь направо Вот она, похоже, да? Понял Вы не против, если я маленько осмотрюсь? Не моя Кто что-то пилит Не моя Не хочу Не моя Блин Ну ладно Так, бег Бег, конечно, не очень быстрый Достаточно мило Бармен не врал Дыра, конечно Та еще Этого следовало ожидать Это место вызывает у меня странное чувство Будто я уже бывал здесь Но я не могу вспомнить ничего конкретного Так, все Все, Говард Давай ночевать Телефон на вид очень грязный Не думаю, что он работает Свечку можно разжечь? Вообще, свет как-нибудь можно включить? У нас одна лампочка горит И то хорошо И то хлеб, как говорится Так, ну и что Давайте, я думаю, на этом мы будем прекращать эту серию В следующий уже помаленьку освоимся Переночуем Да будем искать С почином нас С новым прохождением Надо сказать, что мне пока что Все очень нравится Это прям Вот Я очень скучал по игре Зов Ктулху И Это прям ее такой Идейный Наследник И при этом еще Идейный наследник Вернее, прямое продолжение Игры Внутренняя Тьма Которая нам тоже очень понравилась Так что увидимся В следующих сериях Этого прохождения Надеюсь, вам нравится Так же, как и мне Подписывайтесь Ставьте комментарии Ой, ставьте комментарии Ставьте пальцы вверх Комментируйте С вами был Артур Всего хорошего Пока, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok